Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Друзья, всем огромный привет. Сегодня поработаем вот с такой вот зажигалкой. Идея, конечно, не новая, но когда зажигалка уже отработала свой ресурс, ее можно еще раз использовать и дать ей вторую жизнь. Давайте посмотрим видео. Поехали. Первым делом, конечно, саму зажигалку мы разбираем. Снимаем защитную вот эту штучку. И нам нужно само колесико. О, так-то даже кремень еще был хороший. Также может кому-то пригодиться пружинка. Но нам больше сейчас нужен сам барабанчик. Надо нам его разобрать. Для этого буду использовать пассатижи и маленькие пассатижки. Все это хорошо разбирается. И у нас получился вот такой вот барабан. Я не знаю, с чего он сделан, с какого металла, но очень прочный. По отношению, конечно, вот этих самих колесиков, которые были. Ну, наверное, все понимают, что колесико я это буду использовать для гравера. Это халявная шарошка. В каждом гравере есть в наборе всякие наборы. И есть вот такой вот переходничок. Как раз он четко подойдет. То есть мы его вставили. И затянем. Теперь берем сам гравер. Вставляем. И хорошенечко затягиваем. Ну, наверное, конечно, нужно же испытать и попробовать саму эту шарошечку. Конечно, сейчас ее попробуем на пластике, на деревяхе, на какой-нибудь медной трубке. Первое, что мы с деревяхе. С померкой. Как видите, я прям не останавливал видео. И сразу вот на 5 секунд прям дерево вообще обрабатывает очень быстро и хорошо. Деревяхе понятно. Ну, ура. Ну, и с пластиком, я думаю, то же самое будет. Тоже все съедает прям за считанные секунды. Ну, давайте попробуем теперь на медной трубке. Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Как видно, мягкий металл тоже обрабатывает прям в считанные секунды. И что же с нашей фрезой? А с ней-то, смотрите, вот прям ничего вообще не случилось. Немножко забились поры. Да, немножко подзабилось, но это нелегко убирается и вычищается. Так что годный, оказывается, на самом деле лайфхак такой, да, что можно использовать этот барабанщик. Кстати, совершенно, можно сказать, бесплатно. Получается маленькая шарошка. У меня, кстати, давно в комплекте одна уж такая валяется. Уже давным-давно пользуюсь таким способом. Просто решил поделиться с вами. Ну, а также можно... Самой зажигалок также использовать. Также есть еще вот такая вот пружинка. Может быть, кому-нибудь для чего-нибудь пригодится. Также какой-нибудь клапан для какого-нибудь, для каких-нибудь целей. А в одноразовом зажигалке еще есть очень классный момент. Там есть еще резиночки. Так что пользуемся бесплатно. Делаем самоделочку на основе вот такой простейшей зажигалки с турбонаддувом. Первое, что нам понадобится, медный провод. В моем случае это 2,5 квадрата. Мы сейчас быстренько зачистим. Берем обычную ручку. Один край выставляем вот так вот. И начинаем ее обматывать. Как раз получается, заматываем под конус. Все, теперь снимаем. Получился у нас вот такой вот фрагмент. Теперь берем вот так вот. Выравниваем. И вот сантиметр отступаем и загибаем. Излишку, конечно, обрезаем. Для чего все это? Придаем жесткость, во-первых, самой пружине. И также кончик тоже делаем, чтобы он был жестче. Нашел такой вот обрезочек фанеры. Мне пригодится прям два волокна. При помощи стамески сейчас вот возьму кругленький надфиль и сделаю проточку по центру. Проточку делаю, чтобы можно было медную проволоку вставить вовнутрь, чтобы она хорошо держалась. Делаю два таких вот кусочка. Сделаю, в общем, получается, не две одинаковые. Два прореза, два углубления. Теперь вставляем вовнутрь. Вот таким вот образом, чтобы она... Можно было ее прижать. И при температуре не нагревалась зажигалка, а нагревалось только дерево. Но без синей изоленты, конечно, никуда. Это было бы, как всегда, все не по ГОСТу. Ее клеим, делаем с ней обязательно. И главное синее. В общем, вот так вот замотал. Все это дело. Вот так оборвали. Получаем вот такую вот картину. Она немножко регулируется. Берем зажигалку, выставляем, чтобы получалось по центру. И также обматываем ее изолентой. Я думаю, что синий изолент, если все согласитесь, это будет, конечно, 100% по ГОСТу. И все будет 100% работать. Получаем вот такую вот картину. Друзья, ну и, конечно же, у нас с вами получился самый простейший паяльник на скорую руку. Сейчас покажу, как он работает. Взял самый обыкновенный припой. Теперь нагреваем. Я не знаю, сколько, прям 5-10 секунд нужно. И уже, как видим, все плавится. Давай сейчас попробуем запаять проводочек какой-нибудь, чтобы действительно была рабочая идея. Взял, в общем, два проводка скрутил. Ну, чтобы продемонстрировать, да? Все, 5 секунд даже тут. Ну, я не знаю, сколько времени. Но подогреть можно немножко, да, всегда. Как видите, ну, прям на скорую руку запаять что-то всегда можно. Облудить. То есть, как видите, тема прям рабочая. Друзья, ну, прям самое простое, что можно было сделать из зажигалки. И самое главное, что рабочая. Так же, давайте попробуем на каком-нибудь, на каком-нибудь схеме, на плате отпаять проводочек. Как видите, все отпаивается. И так же, я думаю, можно все это дело на место припаять. Все, все на месте. Друзья, ну, у нас с вами получился вот такой вот самый простой паяльник на скорую руку. Если вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх, прокомментируйте данное видео, что думаете по этому поводу. Ну, и кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Вам всем крепко жму руку. Всем вам крепкого здоровья. Всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok